солнышко потихоньку выходит и теплеет на улице город живет потихоньку своей жизнью смотрю но как-то машин вроде бы меньше я не знаю или то мне так кажется то не меньше меньше машин кто-то в парке отдыхает с утра не ну машин действительно меньше я не знаю возможно это связано с бензином потому что очередя просто огромнейшие чередя по городу чтобы заправиться и уже я знаю что продают бензин люди отдельно видимо те что закупились раньше продают бензин по 75 и у них едут покупают лишь бы не стоять в очереди вот у нас вот массив ветерочек пасмурно немножко солнце прорывается вот видите пух летает в общем вот такое короче весна практически как осень или я не знаю а машин действительно меньше вот видите ну реально обычно очень трудно с движением воды в ту сторону как бы ну я не знаю очень мало на дорогах машин так что вот такие вот дела назад буду ехать посмотрю курс доллара как раз буду проезжать в эту сторону просто по той стороне обменники а сейчас выеду вот будет на пути у меня заправочка 1 посмотрим что там на второй стороне другая будет немножко дальше я буду двигаться будет еще и третье вот просто интересно как там обстоят дела на сегодняшний день с топливом это мы сейчас узнаем обычно выехать на дорогу ну на центральную до улечку обычно ты стоишь пропускаю сейчас я выехал как в поле друзья да интересная ситуация возле т.п. машина много в магазинах но я так понимаю бизнес именно тот что связан с продуктами он живет этот бизнес все остальное умирает как бы ох ребятки бензин на юкон 95 есть 95 бензин 63 только тройка в другую сторону я что-то не могу понять немножко машин есть но никто не заправляется не знаю я слышал что бензин по шестьдесят шестьдесят шесть бил местами есть и по 50 ну был по крайней мере по 50 на днях но уже говорят вряд ли по 50 ты найдешь ветер 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 какой-то очень неясная погода вот неясная погода какая-то вот смотрите даже деревья да как колышется ветерочек такой приличный я вам скажу ну как то вот так вот ладно буду подъезжать к следующей заправке покажу сейчас на пути у нас будет еще одна заправка посмотрим прошлый раз здесь ездил то там был бензин но опять таки даже цену которую они они указывают возможно не соответствует даже действительности не факт что если будет указана цена там 49 99 не факт что отпускают по 49 99 поэтому потому что я слышал что но уже за 60 так точно ну сейчас посмотрим но мне кажется что все таки искусственно не 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 отпускают бензин что-то ждут выжидают дабы под этот весь шумок нажиться немного но это мое мнение как бы а там может я не прав потому что я не курсе я как обычный водитель просто анализирую так приблизительно а достоверной а информации у меня как бы и нету что-то убирает человек он смотрите прям на дороге подметает видите сейчас узнаем сейчас посмотрим вот будет сейчас заправочка у нас я вам покажу что там на этой заправке происходит немножко длинный ролик ну кому интересно тот посмотрит целом я стараюсь особо лишнего ничего и не показывать и рассказывать как бы мысли вслух пока едут с вами немножко от снимаю ролик для вас так вот здесь будет заправка вот здесь сейчас посмотрим что на ней вообще есть нету ну я смотрю что ничего здесь нету варсамовская заправка бензина нет не везде есть бензин на большинство заправок его практически нет изредка появляется потому что прошлый раз это дней 4 назад я ездил то здесь на БРС МБЛА был бензин или только появился что люди сразу начали разворачиваться и ехать туда заправляться вот такая ситуация ветер просто просто сильнейший ветер практически как буря уже посмотрите на деревья вот на вот этот провод ну реально ветер очень большой что-то с утра такого не было сейчас будет у нас обменник по дороге посмотрим что там к чему ну это такой он тут на руб дороже немножко ну в целом для понимания будет что сравнить так 37.30 покупка ну вот такой вот курс вот видите два дня назад был 40 сейчас 37.30 ну это купить доллар если он есть но я слышал такую штуку что объявлено 37.30 но не факт что он есть продать могут за 40 за 41 а так типа нету доллара это тоже я слышал поэтому ну надо узнавать надо узнавать вот такие вот дела всем спасибо что досмотрели кому было интересно ставьте лайки надеюсь это было информативно хоть чуть-чуть по крайней мере я старался по ходу своей работы вам заснять небольшой ролик информативный ну и на связи кто может по возможности поддержите мой канал донатом переводом спонсировать можете нажав кнопочку спонсорство ну если есть желание буду признателен всем пока и до новых встреч на моем канале до новых встреч до новых встреч